Всем привет! С вами Прослушка и сегодня мы слушаем новый альбом Майка Шиноды Пост-Травматик. Погнали! Для начала мне хотелось бы сказать, как я вообще познакомился с этим гениальным человеком. Вот, поэтому это такой спецвыпуск у нас сегодня получается. В общем, я фанат группы Linkin Park, слушаю их с 2001 года. Ну, фанатеть начал с 2003, но с 2001 я уже как-то начал ими заинтересовываться, следить за ними, читать, в общем, всякие журналы и так далее. Вот, и тогда как раз Майк Шиноды взял меня своим вот речитативом и своим стилем. Он раньше ходил в DC, и тогда я полюбил эту фирму, и у меня был такой момент, что просто весь гардероб, весь мой шкаф, он был забит одеждой DC. Тогда я полюбил клетчатые рубашки, больше начал увлекаться рэпом. То есть, ну, я как бы слушал рок и слушал немного рэп. И вот Linkin Park, это вот, это все соединяло, в общем, это долгая история, в общем, и Майк Шинода, и Честер Беннингтон, они стали для меня, как мои вторые родители, как отцы, в общем, мои. Я прислушивался ко всему, что они говорят, там, слушал их советы, там, ну, какие-то интервью читал, что-то для себя, в общем, я забирал. Я рос просто на музыке Linkin Park, на их текстах, и кто вообще такой Майк Шинода? Это клавишник, MC, гитарист, один из основателей группы Linkin Park, проекта Fort Minor, дизайнер, художник, отец хороший причем. Он со всем справляется просто отлично. Да что говорить просто, это мой кумир. О нем можно очень долго говорить. Как многие знают, в прошлом году не стало одного из участников группы Linkin Park, Честера Беннингтона. Кстати, знакомство с группой Linkin Park и вообще видео о Честере есть у меня на моем старом канале, ссылка будет в описании. И, ну, я в аннотации включу, в общем, это видео, если вы хотите узнать вообще, как я познакомился с группой. Кому интересно, в общем, тот посмотрит. О чем я говорил, не стало Честера Беннингтона, и мне кажется, тяжелее всего было семье, жене и так далее, ну и участникам группы, особенно Майку Шиноди. Майк решил справиться с депрессией благодаря музыке. Он начал писать музыку, начал писать тексты, и вот у него получилось такое EP по стравматик. Там было всего три трека, и он меня просто шокировал, когда выпустил эти песни, то есть, ну, он выпустил эти песни с клипами, которые он сам же снял и которые сам же смонтировал. А я люблю как-то видео снимать, смонтировать, и причем он снял это все на телефон, там качество не артики, типа, да, но выглядит очень круто. И что самое важное, этими видео-зарисовками, так сказать, он передал настроение, которое у него было, и настроение из песен. У меня просто мурашки идут по коже, вот сейчас я говорю об этом. Вы понимаете, как это круто? И тогда уже стало ясно, что выйдет летом альбом по стравматикам. До этого времени, до выхода этого альбома, он выпустил семь треков, и на семь треков были сняты клипы. Как это круто! Ну, это просто шикарно. Интересно, будут ли клипы на другие треки? Вот это вот я не знаю, конечно. Но если будет, то будет очень круто. Вот, все. Наверное, достаточно говорить. Если что, по ходу прослушки, еще я, если что-то вспомню, то мы поговорим. А теперь давайте уже приступим. Я так давно хотел это сделать, вы просто не представляете. Майк Шинода по стравматик. Начинается с песни Place to Start. Первые три трека, это вот как раз-таки тот EP, который был маленький. Может, тогда он решил то, что, типа, можно продолжить. В общем, такая очень теплая, светлая она такая. Она не вгоняет в депрессию. Наоборот, становится хорошо тебе как-то, когда ты слушаешь эту песню. Я не знаю, вот Place to Start, Over Again, они прям вообще это... Over Again особенно, это одна из любимых прям песен. Очень красивая. Это не Fort Minor, а именно вот Майк Шинода. Это вот именно его работа, именно его чувства. Очень такая личная работа получилась. Слушая вот этот альбом, хочу сказать всем вам, зрителям, чтобы вы не выгоняли себя в депрессию. Если вы там находитесь, то старайтесь оттуда вылезти как-то с помощью друзей, какими-то интересными делами. Ну, найдите себе какое-то хобби, займитесь чем-нибудь. Просто чтобы вы и собой гордились, и Честер вами гордился. Это того не стоит. Не тратьте время свое на самокопание и так далее. И вот эта песня Over Again. Я когда слушал, вот как в принципе и сейчас, у меня идут мурашки по коже. И я просто очень рад, что я наконец-то слушаю этот альбом. Вот тесно, ребят. Вот по музыке просто сразу узнается Майк Шинода. Мне кажется вообще, если он напишет какой-то новый трек, и мне кто-то включит, запилит, ну, просто музыку, и я определю, я скажу, что это Майк Шинода. Ну, вот такое ощущение и есть. Ну, либо кто-то очень похоже сделает, и я уж не отгадаю. Ну, такое ощущение просто есть, то, что его можно легко узнать. Обязательно посмотрите три работы. Place to Start, Over Again и Watching As I Fall. Очень круто. Когда я услышал эту песню первый раз, я уже начал ее набивать на втором припеве. И вот всю концовку и так далее. У меня прям слезы лились. Шекарная работа. Переходим к третьему треку. Watching As I Fall. Это такая более помощнее, такая с яростью такой, какой-то дерзостью. Мне нравятся биты, мне нравится эта электронщина, мне нравится его флоу. Очень круто. Мизоу. У меня тут камера слегка слетела. Все нормально, чуваки. Я здесь. И еще что тут круто? Соло. Сейчас. Прорвалась гитарка просто вот этим. Еще одна работа, которую мы уже, в принципе, слышали. Тоже очень крутой клип. Как вы знаете, пожары были. И вот после пожаров он там заснял и сделал ролик такой. Здесь мне нравится, как он изменил голос свой. About You. Тоже очень красивая песня, ребят. Ну, на самом деле. Совместная работа, кстати, с Blackbeard. Вообще, Майк Шинода открывает такие, какие-то неизвестные имена. И, в принципе, ну, я кайфанул вот с Брэнсона, с Blackbeard. Вот. Когда-то вот так же Holy Brew, он для меня открыл. А Black Talk. Вообще, с SOB, Styles of Beyond, я познакомился ближе благодаря Майк Шиноде. В общем, круто. Ну, в основном, конечно, темы о потере друга, конкретно о Честере. Так, Brooding. Brooding. Инструментальная композиция. Этого я уже не слышал. Очень люблю им все металки, Майк Шиноды. Блин, это вот прям сразу выносит. Мурашки прям по всему телу пробегают, все-таки. Как круто звучат эти гитары. Вот вообще неожиданно. Я думал, он полностью будет такой. Он напоминает вот этот... Напоминает ремикс на Live Out of the Rest. Прикольно. И переходит все в Promises I Can't Keep. Тоже я не слышал эту песню еще. Бит крутой. Легко. Блин, как я люблю, когда он поет, а. У него очень красиво получается. И читает он круто. Как я люблю прям попсовый такой приемчик, но он работает, и это клево. Я очень люблю, когда музыку создают. Я не раз об этом говорил. И вот... Все это благодаря этому человеку. Эх, что же будет с Википак-то, а? Прикольно. Забавная концовка. Crossing Me Line. Вот эта песня, клип, когда я увидел вообще... Я так кайфанул. И мурашки по коже, и улыбка у меня сразу появилась на лице, когда я увидел только этот клип. Я очень люблю эту песню. Да я вообще весь этот альбом уже люблю, походу. Hold It Together. Я еще почитаю, конечно, переводы песен, чтобы понять все. Которые я не слышал. Но очень милая работа. Этот альбом, он не вгоняет в депр, когда ты его слушаешь. Ты не грустишь. Он наоборот как-то тебе помогает собраться и не думать о плохом вообще. И вот вместе с Майком как-то выходить из всего этого состояния. Это очень круто. И что-то он, по-моему, говорил про космос. Вот музыка, она как будто меня туда куда-то отправила. К звездам. Я как будто лечу вместе с Майком и за нами радуга. Я такая... Гоуст. Очень забавный видеоролик с Борисом, носочком. Это последний сингл, который он выпустил. Ну пока. Я не знаю, еще будет, не будет. Вот. И потом уже вышел альбом. Извините, я плохо пою, но хочется напевать, чуваки. Майшинода и Кейплей. Я очень люблю женский вокал. И очень люблю ее вокал. И я был рад увидеть то, что у них совместная работа какая-то. Я вот очень доволен и я рад слушать этот альбом. И в принципе, он вообще его быстро написал. Такой легкий депстепчик. Хочу монтировать ролики уже. Лифт-Офф. Еще одна совместка, которую мне хотелось услышать. Потому что здесь Чина Морена. И здесь Машинган Келли. Такое ощущение, что это спокойный трек. Хотя я думал, будет что-то, ну, пожестче. Посмотрим. Мне нравится, как Майк читает здесь. Будто подхает. Очень круто поет Чина. Так. Машинган Келли. Но в итоге это очень спокойный трек. Я вообще, как бы, ждал даже совместку Машинган Келли и Линкен Парк. Потому что они же выступали вместе. Но хотя бы вот на сольнике Майка я его услышал. Сама песня спокойная такая. Тоже. Можно улететь под нее стопудово. Хайфануть. Отдохнуть. Неплохо. Вот этого я вообще не ожидал. Очень, очень, очень круто. Но я пока так и не знаю, что это значит. Что значит I owe you? Rain from a shadow. Тоже очень крутой клип. Зацените. Грэнсон. Не слышал о нем ранее, но, в принципе, очень неплохо. Круто зашел. Обязательно послушайте этот трек. World's on fire. Мне нравится, как у него развивается музыка. В общем, она по нарастающей, ну, как-то насыщается, в общем. И становится прям чем-то очень крутым. Блин, вот он точно развлекался, когда писал этот альбом. Ну, я имею в виду, развлекался со всем, что у него было под рукой. Очень крутой, очень крутой человек. И последний трек. Can't hear you now. Прослушивая этот альбом, я могу сказать, что проделана очень, очень большая работа. Очень насыщенный, куча всяких звуков, что-то новое внес он, в общем. И под текстом все прям очень лично как-то. Но этот альбом не вгоняет в диапазон, как я уже сказал. Он, наоборот, помогает выйти из него. Такие вдохновляющие, что ли, песни. Вообще, Mike Schneider, он меня намного вдохновляет. И я стараюсь больше как-то творчески развиваться. Поэтому вам всем я советую прослушать этот альбом. Добавьте плейлист в Apple Music, ВКонтакте, где угодно, где вы слушаете музыку. Скачайте его, да? И просто кайфаните от прослушивания. Это очень, ну, это реально крутая работа. Спасибо Майку Шиноде за то, что он делает. Я как-то раз в 2012 году, когда был на встрече, я ему так и сказал. Я ему сказал спасибо за то, что ты делаешь, за твое творчество. И я ему сказал, что он мой кумир. И он мне на афише чувачочка нарисовал. Было очень круто. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравилась эта прослушка. Кстати, Майк Шинода прилетает в Россию, в Москву, 1 сентября, в Санкт-Петербург, 31 августа. Так что, если вам понравится альбом, или если вы послонник творчества группы «Майк Шинода», то покупайте быстрые билеты и обязательно сходите на концерт. И еще кое-что я хотел вам сказать. Если вы хотите, чтобы выпуски прослушки выходили чаще, если вы хотите, чтобы качественные они были по звуку, по картинке, по свету, вы можете меня поддержать. Просто, если вы довольны тем, что вы видите, как бы, и, ну, поддерживаете меня, вы можете, ну, короче, донатить вы можете, кидая мне денежку на сбер. Вот и все. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто посмотрел прослушку. Все, ждите новых, пишите также в комментариях, что прослушать. Я думаю, что скоро, когда я распидаюсь своим делами со всеми, я начну прослушивать нормально альбом мой, который мне советует в комментариях. Ну, я уже знаю, кого точно я буду. Вот. Все. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out. Продолжение следует.